Я уже не раз говорил, что половина удовольствия от механик это грамотный левел дизайн, и Baldur's Gate 3 одна из внезапных игр, которая удивила своими уровнями, хотя обычно от RPG такого не ждешь, тем более изометрической, ведь кажется, что главное твои навыки, прокачка, магия и вот это все. Конечно, в Baldur's Gate не всегда работают привычные правила, которые мучат в многочисленных научпоп-видосах и статьях о левел дизайне, но в принципе все эти удобства типа направляющих и маркировки цветом тут не совсем нужны, ведь это не экшен игра, в которой было бы важно поддерживать непрерывный темп движения игрока, чтобы он не тупил. Да, было бы удобнее, если бы какие-то места, на которые нельзя запрыгнуть, или альтернативные пути лучше читались, но допустим, что вся философия Baldur'ы в том, что она размеренная и медитативная, а значит игрок должен сам потратить время, чтобы везде тыкаться, как слепой котенок. И в таком случае Baldur's Gate дает куда больше, чем любые другие игры жанра, начиная с банального, на урон в бою, поведение подопечных или противников влияют поверхности, грамотная позиция, например, разобраться повыше и так далее. Если отряд пока не слишком раскаченный и не особо приспособлен для лобовых атак, лучше занять высоту, чтобы получать плюс к дистанционным атакам и при этом выиграть время, пока противники будут добираться до вас. Например, мне нравится прием, когда я забираюсь на какую-нибудь платформу или крышу и разрушаю лестницу, чтобы противник либо не смог ко мне залезть, либо тратил больше ходов на передвижение. Точно так же, чтобы замедлить передвижение, можно перед боем построить всякие баррикады из подручных средств или расставлять в нужных местах предметы для метания, ловушки всякие, чтобы грамотнее обороняться. Например, в начале игры я таким методом зачищал заброшенную деревню, в которой слонялись гоблины. Если бы я пошел в лоб, то скорее всего слил бой, но тут как в стратегиях я использовал дипломатию. Убедил гоблинов в добрых намерениях, что позволило мне беспрепятственно гулять по деревне и подготавливать нападения. Я разделил отряд, расставил паду подопечных на крыше за спинами гоблинов, чтобы их подталкивать, еще сделал пару баррикад из бочек и ящиков, чтобы перекрыть выходы. Можно было бы еще всяких подлянок расставить, но бой получился довольно простым, потому что я был на очевидно выгодных позициях. Игра учитывает даже такие нюансы дизайна уровней, как освещение. Тут это важнее, чем просто бонус к скрытности. Например, в темноте падают шансы попадания, поэтому есть смысл озаботиться тем, чтобы заранее создать побольше источников света, или наоборот, темноту, если зрение вашего персонажа это позволяет. Короче, местный левел-дизайн для боев крут не только тем, что много чего можно взорвать, кинуть или действовать по ситуации, но и тем, что для каких-нибудь скрытных или харизматичных персонажей игра позволяет выиграть время, чтобы грамотно расставиться на локации, создать укрытие, зайти с тыла, отрезать противнику пути и все такое. Противник же не дурак, он не побежит по скользкой поверхности, и даже эту мелочь можно использовать, чтобы заставить его потратить больше очков хода. И все это в совокупности дает классный отыгрыш плута. Я себе так и представлял подобного персонажа, мне кажется, до этого в других RPG я подобного не встречал. Короче, тактический левел-дизайн очень даже глубокий, и это неплохая альтернатива для тех, кто не хочет возиться с билдами, например. С другой стороны, жаль, нельзя ускорить просмотр ходов противника, чтобы продолжить свои тактические маневры. Это душит и мешает получать удовольствие от возможностей на локации. Как я уже говорил в прошлом видео, мне не слишком нравится дизайн окружения в Baldur's Gate, но вот персонажи и оружие получились шикарными. На первый взгляд кажется, что сделать подобное самому сложно, но онлайн-школа Now is Cool решила разрушить этот стереотип о 3D. У них вышел бесплатный 4-часовой курс, рассчитанный на 7 дней. После прохождения вы сможете сделать своего 3D-персонажа. Если что-то не будет получаться с вами, на связи будут кураторы школы, которые дадут рекомендации по улучшению вашего проекта. А работать вы будете в Blender, изучите интерфейс, технику блокинга формы, полигональное моделирование и создание лоу-поли модели под игры. А еще разберетесь со светом и настройками визуализации, чтобы красиво подать модель. В итоге у нас получается, курс бесплатный, времени много не займет, Blender тоже бесплатный. Мне кажется, вполне себе неплохая причина потратить время с пользой и обучиться чему-то новому. Конечно, недели мало, чтобы сделать сложную модель, но после вы сможете понять, надо оно вам или нет. Если понравится, то у ребят есть продвинутые учебные программы. Правда, места на курс ограничены, иначе кураторы NowSchool не успеют уделить внимание всем. Поэтому, чтобы занять место в группе и узнать ближайшую дату старта курса, переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку. Сейчас знания и навыки — это самое лучшее вложение, а тут от вас даже ничего особо вкладывать и не требуют. Только ваш интерес и желание освоить новую профессию. А еще дизайн локаций построен с учетом нестандартных механик передвижения и провоцирует их использовать. Например, здешний прыжок — это явно не то же самое, что в обычных играх. Он намеренно вычурный, тем самым намекает, чтобы вы его почаще использовали. Он, с одной стороны, тактический инструмент, который позволяет отступить от противника, не получив урона в спину, или выпрыгнуть из огня с какой-нибудь скользкой поверхности. Еще можно оказаться у противника за спиной в один момент, чтобы получить преимущество. Чтобы спровоцировать его использование, дизайнеры намеренно создали огромное количество всяких пропастей, каких-то вот крыш, чтобы ты явно видел, как-то далековато. Мне туда просто не залезть, значит придется использовать прыжок. То есть, чем больше какая-нибудь высота или расстояние, тем сильнее это разжигает наш аппетит, чтобы мы попробовали использовать всякие разные механики. Допустим, построить башенку из ящиков, а еще можно превратиться друидом в птицу. Короче, перепады высот всегда подталкивают к креативу. А еще я хочу привести пример того, насколько местные левел-дизайнеры и квест-дизайнеры добиваются идеальной синергии, чтобы подарить игроку кучу эмоций. Я расскажу про один квест, он не то чтобы сюжетный, но для кого-то тут могут быть спойлеры, поэтому предупреждаю заранее. Итак, я решил исследовать кусок карты с какими-то речками и болотами. Как только пересек границу этого мини-региона, встретил бабулю, которую вроде бы прессуют два гопника. Казалось бы, типичное событие в любом открытом мире. Я этих двоих, естественно, размотал без труда, тем более дизайнеры поставили их на спуске вниз, так что у меня в любом случае было преимущество. Короче, я обрадовался легкой победе, подумал, что открыл какое-то крутое направление, может быть здесь мою не особо сильную команду не будут тут бить. Пока брел по тропинке, гейммастер остановил меня и заставил кинуть кубик, дескать, у моего аватара какая-то странная дрожь по спине пошла. Очков не хватило, и мы пошли дальше. Дизайнеры явно пытаются донести мне, тут что-то не так, поэтому на милой тропинке я вижу хлебную крошку, корзинку с запиской. В записке мне предлагается съесть яблочки, которые в ней лежат. Я ем, и персонаж получает несварение. Вот вроде фигня, но по-моему это просто шикарный метод, как показать через хлебные крошки от обратного, что нужно насторожиться. Обычно хлебные крошки — это награды или бонусы, которые привлекают. А тут бонусы убивают. Это правда оригинальная методика, да еще и погружает в атмосферу классических сказок со всеми этими отравленными яблочками и бабушками. Что, собственно, дальше так и будет. Ну меня всякими яблочками не пронять, продолжаем путешествие. Локация прям такая идеалистическая, бродят какие-то овцы-мобы, вроде бы ничего особенного и опасного. Но если в отряде есть умелец, который говорит с животными, то внезапно окажется, что вся локация вокруг — иллюзия, созданная какими-то злобными карликами, и окружение кардинально преображается. А если я с этими карликами вступлю в бой, то мне запросто наваляют. То есть уже на этом этапе срабатывает такой эмоциональный контраст благодаря левел-дизайну. Простейшее начало региона и сразу такой скачок сложности. Поэтому я загрузился и решил, что не буду вскрывать второй слой локации и попробую дойти до домика, который я заприметил вдали. Там жила та самая бабуля. Между нами произошел какой-то очень странный разговор. В общем, сюжет явно навеян сказкой про бабку-ведьму. И вот тут дизайнеры добавили очень крутой слой. Если вы решите не рассеивать красивую иллюзию, а просто погуляете по дому бабушки, то, может быть, вообще ничего не заметите и уйдете. Но случайно можете наткнуться на невидимую дверь в камине, которая ведет в пещеры. Если развеете иллюзию, то этот проем сразу будет виден, но так как я пошел по другому пути, у меня получилась совсем иная последовательность эмоций. В пещерах я встретил загипнотизированных ведьмой NPC и несколько трупов. Случился довольно выматывающий бой, из-за которого мой отряд был еле живой, а я еще дурак надел на Астариона маску, которую снял с одного трупа. В итоге драться пришлось с ним до нокаута. Если честно, я в тот момент чуть отряд весь не потерял. Дальше снова какая-то беда, приходится продираться через несколько ловушек и газ, которые чуть не убивают мой отряд. А у меня уже нет хилок, нету возможности короткого привала, и в лагере не телепортироваться, так как опасная локация. Идти назад через этот газ уже рискованно, чтобы восстановить ресурсы. В итоге я вышел на финальную арену, где началась битва с ведьмой. Она создала копии себя, правда я сразу вычислил настоящую. Но надавала она мне знатно, тем более у нее хп, как у всего моего отряда суммарно, если бы все были здоровы. И как бы шансов на победу ноль. Все лежат отравлены и ждут смерти, кроме полуживой Карлах. И вдруг до меня доходит, что же мне предлагают дизайнеры. Каким-то чудом к этому моменту я оттеснил Каргу к пропасти. У меня явно остается один ход до полной гибели отряда. Как вдруг я вспоминаю про эту чудесную механику отпихивания, и это переворачивает все с ног на круг. Знаете, я такого кайфа не получал ни от одной победы над боссами в играх Миядзаки. По сути, весь этот регион, начиная с первой легкой стычки, это последовательный спуск вниз по кишке. Тут нет ответвлений, на каждом этаже все более тяжелые испытания и требования к внимательности игрока. Долгого, затягивающего пути, когда ты спускаешься все ниже и ниже, хотя на самом деле локации-то компактные. И в общем-то вся эта прямолинейность, несмотря на свою простоту, отлично вписывается в нашу прямолинейную историю, которая будто бы взята из сказок. Дизайнеры распланировали ситуацию так, чтобы максимально измотать игрока, помешать ему отправиться на отдых в лагере, буквально вынудили максимально пользоваться возможностями уровня, чтобы привести тебя к катарсису. Я понимаю, что каждый будет проходить это по-своему, кто-то придет к ведьме более прокаченным и подготовленным, но это дико приятно, что дизайнеры предусмотрели очевидную лазейку для тех, кто не особо хорошо прокачивается и пуляется магией, но предпочитает тактику. В самом квесте, по сути, толком и сюжета нет, ну, кое-что в записочках. Может быть, будут еще какие-то последствия, но вся суть истории — пойди уничтожь ведьму, чтобы снять проклятие. Никаких сложных левел-дизайнерских изысков за пару исключений. Грамотные хлебные крошки, которые завлекают. В качестве первой крошки выступила та самая простенькая драка с двумя парнями. И, кстати, как дополнительный повествовательный слой оказалось, что я ведьму-то чудом победил, но и по незнанию погубил целое семейство. Мне потом стало их очень жалко, и, главное, все это получилось через геймплей. Я убил этих парней и не спас их сестру, потому что уже было не до нее. И эту историю рассказал мне уровень, создавая это гнетущее ощущение, что чем дальше ты идешь, тем больше на волоске. И не нужны никакие сложные сюжетные связи между героем и квестом. Вот он, эмоциональный дизайн уровней. Конечно, я понимаю, что по ходу в последующих актах далеко не все так вылизано, но все же изучить эту игру, особенно если сами увлекаетесь созданием игр, стоит, так как в подобных околоизометрических RPG редко такое можно встретить. Левел-дизайнер Василий Скобелев очень метко заметил, что все это работает благодаря тому, что локация построена от камеры и управления. В других похожих играх высоты стараются выровнять, чтобы не возникало неудобных моментов. Алариан добились гибкой камеры, которая позволяет поднять ракурс так, чтобы вы смогли осмотреть всю поверхность с ракурса бога, а с другой позволяет сильно приближать ее к персонажу, что помогает рассматривать окружение в той плоскости, в которой вы находитесь. По-видимому, это и стимулировало дизайнеров сделать такие многоуровневые слоистые локации. Кстати, подписывайтесь на блог Василия, он очень интересные вещи выдает про левел-дизайн каждый день. Не реклама, если что. Короче, я пошел дальше исследовать эту чудесную игру и буду рад, если вы напишите в комментариях о чудесных вещах и возможностях, которые вы обнаружили в Baldur's Gate. Ставьте лайки, если такой более свободный формат без каких-то сложно структурированных рассуждений заходит. Скоро увидимся в новом ролике. Пока!